Зимой я был в Испании, ну останавливался не в очень таком, не в очень, скажем так, пятизвездочном отеле, где-то полторы звезды в нем было. Но когда вот эти администраторы местные, ресепсионисты, от моего гида узнали, что я писатель, да еще сатирик, да еще, как они сказали, это калька с их выражения, делает шутки над американцами. Они меня так уважать стали, что стали рассказывать и делиться своими наблюдениями за американскими туристами и, естественно, за нашими. И еще непонятно, за кем с большим удовольствием они, о ком мы с большим удовольствием рассказывали. Потом однажды показали мне книгу жалоб, вот куда записывают жильцы, туристы жалобы. Это так интересно, что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Я волнуюсь, я первый раз, что это. Американцы, безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские супер. В номере есть телевизор. Американцы. Ну это средневековье какой-то. Гостиница, сломался терминал, и к оплате не принимают кредитки. Русские ребята бесятся от жиру. Двери вместо ключей уже кредитками открывают. Надо завтра проверить, есть ли на них книга. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. А так оформлялись на ресепшене. Какой-то мужик. В костюме пусара. Пытался несколько раз перейдить наши чувства. Слава Богу, он бит. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. Ну и сервис. В номерах всего одна розетка, которая не подходит для ноутбука. Русские. Ну и сервис. В номере всего одна открывашка, да и та без штопа. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решила собраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных. Под звуки радио делеги и шумка не занялись. Американцы. Кошмар. У нас в номере не свежие полотенца. Русские. Кошмар. У нас в номере такие же полотенца, как год назад. Нечем пополнить коллекцию. Нормально. Ползала я этим занималась. Потому что я не понимаю, не обижайтесь, но тапочки белые, надоело. Василий, уже не свежие. Кому домой не придешь, надевайте тапочки. И вот эти куренские тапочки. Пора перекрадить на полотенца. Американцы. Дуракский. В номере запрещено курить. В туалете нет душа. Русские. Ну и открыли. Вчера закурил в номере, сработал душ. Причем в центре комнаты с потолка и сразу с белой. Американцы. Безобразие. В гостинице платный. Вай-фай. Русские. Без предел. Соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все. Все. И через них тут отключится к вай-фаю. Ну, это был так. Американцы. Совершенно не были корректно отряд. Уже второй день по телевизору показывают одни русские каналы. Русские. Кошмар. Аля. Поправил. Два часа. Чтобы по всем каналам поймать камерную сеть, как у себя в кемнике. Американцы. В твоей гостинице слишком мощный фонтан. Когда проходишь мимо, задевай брызгами. Русские. В твоей гостинице слишком глубокий фонтан. Не достать монетки. Американцы. Безобразие. Вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься. Русские. Вода супер в бассейне. Пять минут и пиво золото. И сам приятный. Американцы в гостинице бюрократия не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русские в гостинице без предела. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы. На кровати висит такая большая картина, что если она на руку пойдет, может уходить. В русских номерах такая большая картина, что вынести незаметно не получится. Американцы. Безобразие. Вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал в русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах. Ни один не сдался. Американцы. Ужасный отель. Здесь в лифтах на поле. На русский странный отель. Здесь в лифтах. Почему так? Запрещается ездить в смокинге. Как и написано. Нео смокинг. Хорошо, хоть курить можно. Американцы. Кошмар. В этом отеле две шампочки для той же всего. Русский. Классно. Прямо в номере два прикольных подарка для жены и дочери. Американцы. В гостинице с лишним однообразный завтрак. Только Амирий Мюзлик. В русских гостинице с лишним однообразный завтрак. Каждый день и в одно время, когда я еще сплю. Американцы за безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой кока-колы. Русский. Беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. Американцы. В этой гостинице странные аниматоры. Вчера один из них, надев противогаз, таскал детей на спине. А потом поливал деревья из-за внедушителя. Русский. Какой жуткий отель. Вчера какой-то иностранец. Выслал полицию, помешав нас с детьми играть в ключе. Американцы. Безобразие. Выставил на ночь коридор ботинки, чтобы их почистили. Убор ботинок не нашел. Русский. Вчера какой-то идиот. Выбросил совершенно новый ботинок. И надо же, как раз мой размер. И последняя запись. Американцы. В гостинице было так много камер наблюдения, что я опасался закупленных... Американцы. В гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленных сувениров. Русский. Сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.